друзья всем привет это канал двигатель и меня зовут как всегда трофимов денис сегодня у нас выпуск чё почем сейчас за моей спиной закадочная штука наверное одна из самых магических единиц спецтехники и сегодня мы ответим как же работает гнб сколько она зарабатывает и сколько стоит машина для горизонтально направленного бурения смотрите до конца подписывайтесь наш канал а мы начинаем вы на канале двигатель бизнес реалити сегодняшнем выпуске мы расскажем что общего между гнб и сайтом для взрослых мы сейчас придем мы все-таки к порнхаму придем кого называли в честь героя мультфильмов уолта диснея черный плащ расскажем про самое раздражающее явление в строительном бизнесе очень бесящая тема ты хочешь поработать ну проинвестируй в меня но для начала нам предстоит найти сокровище вам покажется что ребята действительно так оно и есть ребята ищут люк который находится под снегом и где-то здесь ему обозначили что где-то здесь он находится ребята простукивают размораживают лед чтобы понять что там подо льдом вроде как мы нас настукали до но пока не удается найти его воочию что-то похожее на люк гремит характерным глухим звук но выглядит как асфальт потому что вообще закатали кстати как вариант посмотрим послушаем вообще принцип потому что самое для меня непонятное это как оно туда заходит и люди идут и как-то им управляют еще как он может лево вправо под землей повернуться и как она выходит он же наверх не выбрасывает ничего он сразу туда идет знаешь какова вероятность похоронить там эту всю историю поэтому тоже сейчас просим вопросов больше чем ответов на самом деле я считаю очень интересный выпуск так что ребята обязательно ставьте лайки пишите свои комментарии а мы продолжаем сегодня мы в гостях у компании политех гео инжиниринг ребята занимаются гнб но наверное не только какими-то изысканиями по гео инжиниринг я не только и занимаемся только этим но и в принципе наверное входим в топ-5 лучших компаний города вот видите как это количество техники по качеству работы по скорости сразу у меня вопрос сколько у вас единиц 6 у нас они называются буровые да 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 про установку или установка горизонтально направленного бурения понял то есть по разным топтикам в этом как в топе не называют бурилки много всяких названий мне виталий сегодня рассказал что для того чтобы понять смысл или как работает гнб нужно что-то сказал сделать канал на порнхабе и там тогда больше будет понятно потому что работа тяжелая люди устают как правило это ненормированный рабочий график как правило это командировки выезды это или что бывают ночные работы горизонтальное направленное бурение это распространенный бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций в тех местах где невозможно вырыть траншеи например под дорогами реками или зелеными насаждениями длина прокладки путей может быть от нескольких метров до нескольких километров а диаметр от 1200 миллиметров и более сегодня предстоит протянуть электрические провода под оживленной трассой санкт-петербурга мы сегодня ныряем прям под индустриальный проспект серьезно прикольно будем прокладывать под индустриальный проспект это будет две полиэтиленовые трубы диаметром 160 миллиметров это будут фитляры под капель а потом будет кабель во втором будет резервная труба здесь производство увеличивает мощности да да или какой-то новый заявитель или новое подключение соответственно им нужно 3 что они допущены тех условий или номер галендарки создал проект или а точнее отдал это подрядчику своему он создал проект разработал проект провел все естественно работы согласование ничего не пересекались да 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 и соответственно уже вызвал нас как мастеров а сколько ширина сколько вам придется пройти 65 метров индустриального 65 метров и за сколько вы планируете пройти времени я думаю что мы за часа 4-5 все это сделаем ранее в рубрике чё почем мы говорили про направление бизнеса в которых для начала работы было достаточно покупки одной единицы техники гнб это не просто буровая установка и для старта потребуется целый парк различной спецтехники комплекс гнб как правило автомобиль на базе камаза маза там что-то вездеходное должно быть вездеходно если ты хочешь соответственно работать в трудно доступных местах если ты работаешь в условиях города тебе не обязательно я понял то есть на газон можно заехать обычный камаз у вас например как по опыту у нас у нас в нашем парке есть соответственно нет три камаза вездехода из них один камаз манипулятор еще есть отдельно просто камаз манипулятор не вездеход естественно и остальные там нет не вездеход прицепы вы их возите соответственно везде с камазом чтобы она на маленьких боровых мы их так называем маленькие а на самом деле они квалификации они скорее средние ну да я вижу что она во первых совсем уж маленькой сколько стоит вот например сегодняшняя операция там наверное если не ошибаюсь идет за метр прокладка да у меня есть есть два вида есть минимальная стоимость минимального выезда у разных организаций она в зависимости от их организации соответственно кто-то может себе позволить поехать там 70 тысяч рублей и показать качество работ за 70 тысяч рублей кто-то ездит за 150 тысяч рублей потому что у него там большая организация большие издержки он стесно он и показывает качество что пса ты у нас минимальный выезд это 120 тысяч рублей наша организация минимальная то туда входит в эти ситуации минимальный это естественно перед дислокация комплекса до объекта и обратно это машина это сварка полиэтиленовые трубы он ее предоставляет заказчик естественно прокладываем необходимы выполняем работу необходимы по заданию заказчику две трубы и одна труба четыре трубы и после себя утилизируем муровой раствор что значит утилизируем куда его сливаете нет а мы вызываем у нас есть партнеры наши в которых есть и лососные машины да у меня кстати есть для тебя знакомый как раз у нас последний выпуск был про и лососы да вот это прекрасно да естественно мы их вызываем у нас какими договора заключенные про бизнес осенизаторов мы рассказывали в прошлом выпуске чё почем если вы его еще не смотрели переходите по ссылке и узнайте сколько денег он может принести но как и в том направлении недостаточно просто купить технику для начала своего дела нужно пройти ряд бюрократических проволочек так и здесь бизнес достаточно сложный связанный с рядом серьезных ограничений и поиском первых заказов ведь этот рынок очень узкий и давно поделен это закрытый бизнес или есть все таки какие-то там нет это шабашники которые пытаются сорвать но есть и шабашники которые пытаются сорвать куш есть черные плащи с объявлениями на авито без ситуации которые работают чисто только Чёрный плащ, ты слышал, да? Есть, скажем так, люди без организации, то есть чисто работающие только за наличку. Как правило, они работают во всяких разных садоводствах. Как правило, естественно, они ни за что не отвечают. Они могут спокойно рвать сети, потому что они быстро сворачиваются, уезжают. В общем, как это в принципе и везде, я думаю, в любой сфере есть неблагонадёжные личности. Которые не толкают, скажем так, индустрию конкретно вот эту вперёд, а наоборот её создают ей плохую репутацию. Расскажи, пожалуйста, про загрузку. Насколько вот много работаем? Ну, она чаще всего, она всё-таки привязана к сезонности. Да, ну, наверное, как обычно строительный сезон. Да, самый сезон это декабрь, ноябрь, декабрь, ноябрь и октябрь. Вот так, в обратную пойдём. А, серьёзно? Это самый сезон для вас? Да, это самый сезон. Такой странный сезон связан со сложностью проведения подобных работ. Заказчику требуется чёткий проект, который будет согласован и одобрен всеми городскими службами. Ведь цена ошибки может быть очень высокой. Потом проходят конкурсы на проведение работ, открытие ордеров Государственной административно-технической инспекции. Но даже когда все круги бюрократического ада пройдены, не всегда можно сразу начинать работу. Многие откладывают некоторые объекты ввиду того, что там у заказчиков нужны банки гарантии, там страхование, результаты работ. У них там тоже очень много всякого. Большая бумажная волокита, да? Да, да, да. Это всё оттягивается, оттягивается, оттягивается. И в итоге это из года в год одно и то же, где-нибудь в октябре или в ноябре. Всё. Давайте нам завтра, вчера точно. Палка, попа, кровь, надо срочно начинать. И вот тогда уже начинаются ночные работы, организация работы в две смены, работа без выходных, когда люди работают. То есть конкретно вот у нас шесть буровых, да, и ноябрь-декабрь для нас это в постоянной работе пять буровых установок, некоторые даже в две смены организованы. И это у людей один-два выходных в месяц. Мы тогда сейчас плавно переходим, сколько может зарабатывать. Ну давай, минимум, максимум. Вот средняя установка, Вирмер, да, называется? Вирмеер. Вирмеер. Как художник голландский. Явно, что не является прям маленькой, она действительно в среднем, наверное, весовой категории. Да, вот она, видите, Вирмеер, D36 на 50. Есть еще, нет, это просто ее классификация. Есть еще меньше, это 24 на 40, есть еще 16 на 20. Есть еще не меньше, так называемый, там 9, 11, по-моему, девятка, есть еще семерка даже. Выше нее есть 50, 55, 60 на 90, 80 на 100, 100 на 130, то есть они вот как бы и пошли выше. Сколько стоит такая машина? Конкретно эту мы приобретали не новую за 5 миллионов рублей, грубо говоря. Тогда? Когда? В том году. Слушай, ну 5 миллионов рублей, даже столько новый погрузчик не стоит. Сколько она зарабатывает? Ну вот давай возьмем хороший сезон, максимум, допустим, давай максимум. Максимум в месяц она может заработать, наверное, 3-4 миллиона. 3-4? Да, да. Мне цифра уже нравится. Уже интересно, давай дальше. Мы сейчас придем, мы все-таки к порнхабу придем. Почему? Я чувствую, что мы работаем, что на обесинскую глину в основном, да? Да, да, да. Вайоминск. Вайоминск. Да, почему все-таки рынок не такой широкий, не все хотят этим заниматься? Да, теперь, сейчас мы ответим на этот вопрос. 3-4 миллиона в месяц одной машины. Звучит очень внушительно, но это далеко не прибыль, ведь есть еще огромная расходная часть. А сам раствор, он делается, соответственно, цементом? Нет, не цемент, это смесь бентонита, бентонитовая глина. А. Это, она обладает... Уровень экологических? Это, скажем, обычная глина, специальная, вайоминская, так называемая. Она обладает гидрофобными свойствами. Она и в косметике, кстати, используется, в масках для лица она используется. То есть она экологически чистая полностью? В принципе, да. Дорогая штука? Дороже, чем в семьях? Тонна стоит 60 тысяч рублей. Он, как правило, привязан к курсу евро, потому что все это не наше. Обидно. Вот это вообще обидно. Глины, потому что у нас что, в стране глины не хватает? Это вайоминская глина. У нас вайоминской не хватает. Но особенная вайоминская глина для брового раствора – это только начало. Процент расходов может отпугнуть кого угодно. 30% в среднем погоду – это прямые затраты. Прямые затраты. Офисы, бухгалтеры... Нет, 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 так называемые прямые затраты – это топливо. Ну, вот как я их называю, в самом случае. Это топливо, это бентонит, это, соответственно, тралы. Если нужен трал, это текущий ремонт запчасти. Да. Это работа сварщиков, которые варят приемников. Да, и работа лососа, который потом утилизирует буровой раствор. И работа экскаватора, если он на нас, а не на заказчика. Фонд оплаты труда где-то 25%. 1,8. Все. Нет, не все. Еще офис, база, налоги. Ты первый, который сказал про налоги, ну ладно. Но вы же являетесь платищиком НДС, правильно? Или вы без НДС работаете? С НДС, да, платищиком НДС. Отсюда отнимаем 20%, да? 1,4. Минус офис, база. Но это за одну. А если работает 6, то оно на шестерых где-то делится. Ну да, да. Я говорю, что в среднем погоду, так проще взять дистанцию. Если ты возьмешь эту дистанцию, ты это увидишь просто более четко. Но все равно цифра интересная получается. Интересная, да. А есть еще и штрафы. Например, если бригада, которая сваривает трубы, оставит после себя мусор, штраф от ГАТИ составит полмиллиона рублей. И эти риски полностью ложатся на компанию, выполняющую работу. И если эта проблема лежит на поверхности и достаточно просто проследить за рабочими, то ошибки под землей могут стать неприятной неожиданностью. Порванная коммуникация, восстановление этой коммуникации, это тоже от 100 тысяч рублей. И там может и до нескольких миллионов доходить. Ну да. Марио на что наткнете. Да. Соответственно, разлив бурового раствора на проезжую часть или еще что-то где-то. Это тоже штраф ГАТИ возможный. Там от 150 до 500 тысяч рублей. Миллион 440 приносит вот такая машина. За вычетом, кстати, друзья мои, налогов. Ну это, в общем, укрупненные цифры. Но 1 миллион 440 она может принести. Интересно. Давай дальше. Побольше. У вас же еще три таких и три побольше. Да, или как? Да, да, да. И побольше. Насколько они побольше? Ну ты договорил, что они ездят на тралле? Она, она, да, она будет приносить где-то на процентов 50 побольше. То есть ты так решил сразу, без вычетов, без цифр, сразу плюс 50 на пиках. Сколько она стоит, большая? От 10. От 10 миллионов? Да. Ну это как экскаватор. Экскаватор сейчас столько стоит. 10, 15, 20. Это мы берем не новую. Да понятно. Мы все берем не новые установки. Окей, значит, мы не будем сейчас вас озадачивать большими цифрами, мы просто прибавим 50%. Да, я скажу тебе, что ты просто еще берешь увеличенную, как бы ты берешь, когда все хорошо. Да. А все хорошо, это как коммунизм, к нему надо стремиться. То есть его нету всегда. Это такая какая-то неизвестная, к которой мы все идем. В среднем взять погоду, да, если вот такая буровая суровка, да, вместе с комплексом, это КАМАЗ, там, прицеп, там, плюс оборудование, расширители, плюс там надо, там, грубо говоря, каждый год дефектовать штанги буровые, там, отбрасывать уже старые, кривые, закупать новые, которые стоят недешево. Ну да, металл тем более подорожал. Да, одна штанга где-то стоит, там, порядка, там, 30-35 тысяч рублей. Ну, а это уже расходы, да. Да, да, то есть, соответственно, и в среднем она у тебя будет приносить погоду в месяц, если взять среднюю температуру по больнице, она у тебя вот будет приносить 2 миллиона в месяц. В каком-то, в пике она будет 4, в каком-то полтора, где-то вот. Ты сейчас говоришь грязными. Да, 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 2 миллиона. Соответственно, выкидываем накладные расходы, как я их называю, накладные, это окладная часть, это, соответственно, аренда офиса, аренда базы, откидываем налоги, откидываем прямые затраты, это закупка бендонита, закупка топлива, ремонт оборудования текущей и запчасти, это подрядчики, это сварщики, это и лосос. И откидываем фонд оплаты труда, у тебя остается где-то 20-30% на то, чтобы развиваться дальше и извлекать прибыль из этого. Ну, где-то 600 с одной машины, условно говоря. А теперь о грустном. Заработанные деньги еще нужно получить. А в строительстве, как мы говорили ранее, практически никто никогда не платит исполнительным наперед. И приходится работать в отсрочку, что неизбежно приводит к росту дебиторской задолженности. По поводу дебиторской задолженности, насколько она актуальна? То есть, это работа в отсрочку, не в предоплату? Это работа, как правило, авансирование по умолчанию 30% или 0%. Хочешь строить, инвестируй свои деньги. В нас. Да. Вот это очень бесящая тема вообще. Ты хочешь поработать, ну, проинвестируй в меня. Мы готовы тебя выбрать в качестве подрядчика, но ты нам построишь. Соответственно, по умолчанию это или 30% или 0%, реже 50% и еще реже 100%. Мы часто слышим от вас, ну, раз не платят, то зачем продолжить работать? Безусловно, было бы замечательно диктовать свои условия. Но жизнь, к сожалению, устроена не так радужно. И если в какой-то момент остановиться, можно потерять все. Ну, ты остановишься в какой-то момент, ты там полгода не будешь работать, за полгода у тебя дебюторка придет в ноль, тебе все заплатят в итоге, ну, и все. Вопрос. И как часто бывает так, что не платят? То есть, насколько это арбитражи, насколько для вас это частая история? Конкретно у нас, наверное, не часто, потому что мы сформировали за 4 года портфель с достаточно порядочными нашими заказчиками, партнерами, с которыми мы работаем уже 4 года не меньше, в большей части. Стараемся совсем с головой не лезть в какие-то новые работы с неизвестными заказчиками. Мы стараемся сохранить репутацию хорошей компании и требуем от наших заказчиков, ну, чаще просим, но иногда и требуем, чтобы они тоже исполняли договоренности, о которых мы договорились на берегу. То есть, если он говорит, что я вам честно могу заплатить через 90 дней, да, там, я как коммерческий директор понимаю, что я получу эти деньги через 90 дней, и я на это иду. Если он честно говорит, что я заплачу тебе через 10 дней, а платит через 90, то это уже нечестно, и вот тогда начинаются проблемы. У меня вопрос, кстати, ребята, они получают свою зарплату независимо от того, заплатили вообще? Они независимы, конечно. То есть, это риски учредителей, это риски компании, риски организации, риски мои, как коммерческого директора, и там, и все. Мои жены. Мои жены. Здесь команда, вот, во-первых, сколько в команде людей? Команде, которая обслуживает одну боровую. Вообще, на боровой установке работают два специалиста. Это оператор боровой установки и локаторщик. Или там оператор релакционного оборудования, который идет с локатором, он же выполняет функции прораба, можно так сказать, или там, бригадира, начальника звена, как-то, как угодно можно назвать. И сколько он зарабатывает, сколько они зарабатывают? Ну, от 100 тысяч. От 100 тысяч? Да. То есть, у них оклад или у них сделка какая-то есть? У них есть оклад и издельная часть. Мы сегодня видим больше ребят, потому что здесь еще кто-то варит у вас трубы. Это отдельные звены? Это подрядчики. А, это подрядчики вы нанимаете? Да, да. Их в данном случае выгоднее нанимать. Конкретно вот на этом объекте, наверное, было бы выгодно, если бы все были такие объекты. Выгодно своих сварщиков. Но бывают объекты, когда прокладываются пучки из восьми труб. В одну, да? Да. Из шести труб. И общей длиной там порядка километра. И, соответственно, одно звено сварщиков с этим не справляется. Они работают по три, по четыре звена. Соответственно, а содержать у себя три-четыре звена, это уже совсем не выгодно. То же самое, как, наверное, имеет свой экскаватор в данном случае. Когда только под ямочки копать, да? Да, да. Потому что экскаватор должен работать каждый день. Согласен. Тогда он будет зарабатывать. Это как раз тот самый, знаешь, случай, что вроде как оборудование стоит недорого. Хотя странно. Я, честно, думал, что оно значительно дороже стоит. Но здесь самое главное, это уметь обслуживать, разбираться. Потому что вот эти все железяки, вон там вот они стоят. Они-то как раз-таки, наверное, самые дорогие. И, кстати, еще одно важное замечание, которое я увидел, да? Это то, что во многих вообще нету кабины. Это вот, ну, в таком классе, видимо, они идут без кабины. Может быть, это еще регион, на который производился в свое время. Потому что, скорее всего, какая-нибудь итальянская история. Он говорил, по-моему, итальянская. То регион производства, скорее всего, был в теплые страны. Но никто не думал, что сезон для этой работы будет декабрь. Этого никто не мог. Я вообще не мог догадываться. Но вот, видите, оказывается, цифры. Статистика говорит именно об этом. Что это именно декабрь. А сейчас давайте поговорим про то, как же происходит горизонтальное бурение. И что позволяет не заблудиться под землей. Друзья, я хочу вас познакомить с Евгением. Это главный инженер компании Политех. Геоинжиниринг. Геоинжиниринг. И у нас сейчас началось волшебство. То самое, как работает ГНБ, как ребята не теряют бур, расскажет сейчас нам Евгений. Приветствую, Евгений. Здравствуйте. Процесс простой. В общем-то, на начало колонны буровой ставится специальная буровая голова. Бур. Да, бур, так называемый. Ну, в простонародье пилот. И путем направления часового механизма продавливает или пробуривает скважину строя, так сказать. То есть он сейчас вдавливает, а в какой-то момент начинает крутить. А правильно понимаешь? Да, вдавливает он для того, чтобы либо набрать процент, подняться вверх, либо опустить, либо влево-вправо. То есть какая-то манипуляция он вдавливает? Да, да. А пробуривает это просто тупо идет прямо просто и все. Понял. А в чем суть-то вообще? То есть это какой-то сонар? То есть человек ходит с сонаром? Да, локационное оборудование. Там ставится специальная зонт, которая дает излучение магнитное. И сверху человек, локаторчик, он идет с прибором, отслеживает прибор. И он прям видит, где находится этот буром? Прям отслеживает направление, глубину, все. То есть казалось бы, так сложно и так легко все. Ничего сложного, да. Да, на блоке управления стоят, так сказать, циферблат механических часов. То есть 12 это вверх, 6 это вниз, 3 влево, 3 вправо, 9 влево. И он крутится вот такая стрелочка, да? И он знает, в какой момент, куда смотрит острие вот эта лопатка. Да. Какая длина вот этой одной, 4,5 метра, 4,5 метра, я так и посчитал. Да, есть 3-х метровые штанги тоже на таких изделиях машины. 4,5 метра обычно удобнее, в принципе. По длине, быстрее делается, да. А есть такое, что иногда приходится доставать? Конечно, есть. То есть вы можете идти во что-то, в камень какой-то уйти, да, допустим? Ну, да, если камни прям очень большие, да, то мы его просто, в принципе, физически не пробурим. Это да. Если они такие не особо большие, мы задеваем край камешка, да, то, в принципе, он, ващит того, что пробуривание, он по наименьшему сопротивлению, он разбуривается в сторону просто. Единственное, что нужно будет потом просто отслеживать направление, и что потом подруливаться там, влево-вправо, куда-куда-куда нас кинет там. Я понял. В такую сторону. Ну, прошли, все, дальше полетело. Ну, да. А мы местами у нас Санкт-Петербург. Где болото, где, блин, строительный мусор валяется там, то есть вообще. Ну, он скорее строительный мусор, потому что здесь хотя бы под дорогой, здесь, наверное, метра полтора точно нормально, два. То есть можно сказать, что мы уже вот здесь где-то находимся? Да, вот он сейчас отслеживается. То есть практически треть пути, наверное, уже. Да, ну, сейчас, видимо, пошло побыстрее, потому что грунт, наверное, помягче стал, и, в принципе, тут что-то доить. Вот он как раз справа вот часы показывает. Это вот он сейчас смотрит вот так, да, лопатка. Да. Это мы прям под ним, да, получается? Сейчас не под ним, я так понимаю, что это передняя точка. Ну, сейчас вот где-то вот здесь вот. Вот здесь. Восемь метров показывает глубина подняла. Сейчас мы на восьми метрах, да? Обалдеть. Ну и все, и ноль градусов, и ноль градусов, это означает, что мы в горизонте находимся. Понял. И сейчас он ровно стоит. Сейчас ровненько, да, вот на 12 часов. То есть сейчас мы либо проходим прямо, а потом начинаем потихоньку всплывать, но это уже решит локаторчик, да, либо уже потихонечку будет поднимать. Как мы говорили ранее, здесь очень важен этап подготовки. Ведь даже сегодняшний день показал, что не все планы могут реализоваться. Поэтому перед началом работ все проверяется по несколько раз. Изначально же я, как бы, изучаю объект, да, мы подготавливаем с заказчиком, я прохожусь там, когда миссия вызывается, обследуем глубины примерно, хотя какие мы не знаем, какие знаем. И потом уже, когда приезжает моя бригада, то есть я с ним, с человеком, прохожусь локаторчиком, да, мы помечаем все коммуникации, которые мы пересекаем. То есть вот здесь вот на какой-то глубине находится? Там канализация находится, да, у нее нет. Вот это, которое ты говоришь, да? 1200, да. 5 метров у нее нет трубы. Но это в идеале. А бывает, ну, наверное, бывает такое, что говорят одно, а по факту другое. Конечно, очень часто у нас вот. Ну, канализация это самое такое печальное, потому что это потом нужно будет проводить большие раскопки. Тем более глубина у нее 5 метров, диаметр большой. Блин, обалдеть. Чтобы выкопать котлован 5 метров, нужно еще как минимум 5 в одну сторону, 5 в другую выкопать. Я вижу, что то ли сейчас немножечко тоже меняется, да, в сторону? Возможно, возможно. Потому что вижу, что у меня немножко уходит левее. Да, да. Ну, я говорю же опять, что из-за того, что глубина большая, точек, разброс точек большой, поэтому тяжелее отказать. Тем более тут еще дорога, а более точно откорректировать. Это нужно постоянно вставать, ходить по дороге. Но может ли заказчик, например, вот за такое отступление вас каким-то образом, ну, штрафовать или еще что-то? Или у вас есть там плюс-минус? Плюс-минус котировки есть, потому что мы уже отступили от проекта. Главное, чтобы ничего не мешало нам выйти туда, потому что где-то бывает, что влево-вправо нельзя пройти, потому что там какие-то сети уже есть. То есть есть определенное окошко там. Бывает даже, что полметра от окошка. То есть мы идем, одно это обычно в центре города, в городе работаешь, когда там все уже в коммуникациях. То есть тебе нужно зайти четко, пройти и четко выйти, иначе как бы у тебя просто не получится это сделать. Я теперь понял, почему экскаватор не отпустили. Я думал, а зачем он нужен? Если вы откопали уже лунки там и тут, на самом деле он нужен, потому что вот можно влево-вправо двигаться. Экскаватор нужен на весь процесс работы. Он подтягивает трубу. Конечно, трубу инструмент вешает. Мало ли что-то произошло, экскаватор нужно, чтобы он там обратно вытянул, что-то там подержал. Я всегда прошу, настаиваю заказчик, чтобы он, если со стороны заказчика экскаватора, чтобы он оставлял экскаватор на весь, на все время работы. Потому что всякое бывает. А ГНБ – это вещь такая непредсказуемая. Можно сделать там легко какой-то сложный прокол, а на каком-нибудь простом, блин, просто обосраться и все. Да, да. Это будет печально. То есть мы сейчас на 4-х метрах. 4-х метров. Ты закладываешь сейчас количество метров и угол, да? Да, да, да. Сейчас он идет на 12, это на взлет. Сейчас будет интересно наблюдать, когда он... Осторожно, да, если будет стоять, чтобы он уже будет выдамываться с водой. Брызгом? Да, 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 брызгом. Ты понял, да? То есть надо туда залезть, да? Нет, он так сбоку стоять, а он туда будет. Нет, я на оборот буду, чтобы кадрик по эффекту. Видишь, экскаваторщик ты на опыте, он в курсе шторочку прикрыл сразу. Ну, ты смотри. Оп! Ты посмотри. Да, круто, блин. Прям вообще детский восторг. Чего же я посмотрел? Да, да. Друзья, ну на этой прекрасной ноте мы закончим наш сегодняшний выпуск. У ребят еще предстоит много работы, а конкретно сейчас они будут расширять, как-то правильно сказать, лунку, скважину. Ну, в общем, сейчас они должны расширить для того, чтобы уже 160-ю трубу протянуть, а может быть сразу две, да, я так понял, что две они протянут. Ну, в общем, это уже технический момент, не так интересен, больше касается уже, скажем так, строительных моментов. Но сама технология ГНБ, это действительно, это магия, да? Ну, которая, конечно же, легко объясняется, но, тем не менее, сегодня я узнал, что такое ГНБ, а самое главное, сколько стоят ГНБ установки и сколько на них можно заработать. А я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Друзья, пишите в комментариях, какую спецтехнику вы бы хотели увидеть в рубрике «Че почем». А на этом у нас все. До новых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры подготовлены А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...